Как показывают обращения на горячую линию новостей, жилищно-коммунальные вопросы по-прежнему остаются одними из самых актуальных. Очередной звонок поступил от жителей дома номер 23 по улице Октябрьской революции в Бресте. Они не смогли самостоятельно разрешить проблемы и обратились в нашу редакцию. Подробности в материале выпуска. Жильцы второго подъезда дома номер 23 по улице Октябрьской революции ответственные плательщики коммунальных услуг и считают, что вправе рассчитывать на устранение ЖЭСом возникающих недочетов. Однако, по их словам, проблемы не решаются. Вот и сейчас на последних этажах свет не выключается и горит круглые сутки, а на других и вовсе перегорел. На первом этаже вечно не горит свет. Идешь так, слепую, знаете, я, во-первых, уже толком ничего не вижу, это раз. Во-вторых, ну мне всё-таки возраст мне 76 лет. Понимаете, я иду вот так по стенке, а куда деваться? Такая ситуация, говорят жильцы, длится уже на протяжении трёх последних месяцев, а на их обращение коммунальные службы не реагируют. 115 звонили, ничего не делали. В ЖЭУ звонил, ЖЭУ тоже самое. И вот такой бардак постоянно. В подъезде живут в основном пенсионеры, которые считают каждую копейку. И платить за круглосуточное освещение для них – непозволительная роскошь. По словам Виктора Николаевича, на всех этажах установлены светильники на фотоэлементах. Но свою функцию они не выполняют. Он срабатывал, когда он новый был. А когда он перегорел, они фотоэлементы не поменяли, сделали на промоем. Всё. И он горит круглые сутки. Ну, зачем это нам? Освещение важное, но далеко не единственная претензия жильцов. Дала о себе знать и старая проблема. На девятом этаже после текущего ремонта кровли снова подтекает потолок. И ладно бы только в подъезде. Несколько лет назад у меня текло, у меня вёдра стояли в коридоре. Но я как-то добился, мне сделали. Но это надо было походить туда очень долго и упорно. Понимаете? Они сделали. Но теперь у нас из кеда пошло. Вон, смотрите, что делается. Не, вот, вот, по потолке. Я ремонт делал в 21-м году. Сейчас опять, вот, что делается. Никто ничего не хочет делать. О проблемах подъезда мы сообщили в ЖРЭУ города Бреста. И одна из них с освещением решилась моментально. Светильники заменили. Что же касается потеков на потолке, то, по словам представителя коммунального предприятия, они старые, образовались еще в прошлом году. И их причину тогда устранили. Там была выявлена приемная воронка ливневой канализации на кровле. Дефекты были выявлены. Их оперативно устранили. После этого обращений с этой квартиры не было. На данный момент при выпадении обильных осадков ЖЭС уже выходил, туда смотрел. Новых следов потека там не обнаружено. Человек за ту компенсацию, которому была выплачена, он не произвел у себя ремонт. Коммунальные службы пообещали, появление новых потеков возьмут на контроль. После обильных осадков они проведут мониторинг на предмет протекания крыши. При выявлении потеков дефекты будут устранять.